Уважаемые телезрители, добрый вечер. С прошедшими всех праздниками, с Днем Победы, с Днем Европы. На этой неделе, кроме праздников, было и много событий, о которых мы поговорим сегодня. Я Анатолий Голя и у меня в студии гость, председатель партии коммунистов Владимир Воронин. Добрый вечер, Владимир Николаевич. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Особо я тоже хочу присоединиться к поздравлениям и только с одним праздником, с Днем Великой Победы. Не было бы той Великой Победы в 1945 году, не было бы этой Европы, которая все путает, что происходит, что мы празднуем. Не было бы нас всех, был бы фашизм. Поэтому еще раз, Днем Победы. И дай Бог, чтобы мы память о тех героических людях, принесших победу, о тех событиях, сумели проносить через потомки, через десятилетия, через столетия. Ну, я хотел начать с сегодняшнего отчета правительства. Ну, начнем тогда с Днем Победы. Давайте. Вы, как политик, можете объяснить каким-то образом вот эту соревновательность политических партий в святой праздник Дня Победы? Кто больше людей выведет на улице? У кого длиннее колонна? У кого дольше длится фейерверк 8 и 9 мая? У кого круче концерт исполнителей? Вот что это такое? Не знаю. Если как политик, я могу объяснить. Я именно как политик вас спрашиваю. А как человек, я не нахожу объяснений. И даже не ищу этих объяснений. Потому что это кощунство. Это настоящее кощунство. Использовать такой великий день для того, чтобы накачивать мускулы к предстоящему, например, 20 мая выборам премьера Кишинева. Для того, чтобы использовать себя для какого-то рейтинга, тратить такие колоссальные деньги на эти масштабные, очень масштабные, крупные мероприятия. Я это не понимаю. И это недопустимо. Более того, мобилизовывать на это дело людей, привозить сотнями автобусов людей со всей Молдовы, платить за это, что они приходят. Но это было 1 мая. Это и сейчас тоже, потому что... На 9-е я не знаю. На 1-е это было. Это и сейчас, и тогда. Потому что это должно идти от души, от сердца. И в то же время оставить в забытье памятники погибшим односельчанам в селах. Оставить в забытье памятники воинам в райцентрах. Оставить в забытье и за неделю до праздника вспомнить о мемориале Вечность. И там я смотрел, как безобразно они попытались за несколько дней залатать этот памятник. Оставить в забытье живых ветеранов, до которых, говорят, деньги не дошли. Я сейчас скажу. И самое главное, и самое страшное. Оставить в забытье тех около 600 ветеранов, которые остались в жизни. Во всей стране. Анатолий, в 2001 году, когда я первый раз был 9 мая на мемориале, увидел это все, что там происходило, потом мы начали реконструкцию, в Молдове проживало 54 тысячи участников Великой Отечественной войны. Сейчас их около 600. И оставить их в забытье. Никто не отменил закон о том, что перед праздниками они получают 10 тысяч лей участников войны. Никто не отменил закон о том, что члены семей участников погибших, нет ни в живых людей от той войны, получают 5 тысяч. И так далее. Но не выплатили никому ничего. Смотрите, что к чему свело. Говорят, что уже перед праздником вроде бы выплатили что-то. Нет, не выплатили. Вот сегодня, говорят, начнут. И вероятно начнут, потому что сегодня уже пятница. Не знаю, может в понедельник. Более того, хвастается, что они собрали столько налогов, столько доходов. Для чего нужны эти деньги, если таким людям оставшиеся единицы к такому великому дню невозможно было выплатить? И что стоят те слова фальшивые, которые с трибуны, с этих праздников, когда они выходили, выпендривались перед этих людей, что собрали на площади? И одна партия, и вторая партия. Что стоят их эти фальшивые слова? Если к людям нет... Даже на праздники. А я хочу сказать, что это человек живой каждый день. И дай Бог им много лет жизни и здоровья, воинам-освободителям нашим от фашизма. И он нуждается в каждый день в чем-то конкретном. А ему даже на праздники не оказывают это все. Понимаешь, в чем? Вот оно, отношения настоящие. Потому что можно говорить что угодно, а конкретными делами это полная дискредитация. Тех, что сегодня у власти по отношению к таким людям, к их потомкам. Ну вот сами вот эти торжества. Почему вы партии левого толка, прежде всего политики, не можете? В прошлом году пытались. Вроде бы пытались. Был этот совет за родину. Обсуждали. В этом году они вообще уехали в Тараклию. Правильно, потому что их здесь никто не хотел слушать Тулянцева. И что? И что? И получилось, что социалисты своей колонной, якобы без партийных флагов. Коммунисты своей колонной от кинотеатра. Партия Шора другой колонной. Да это не так немножко. Нет, не так. Все ты правильно говоришь. Не могут праздник поделить. Что происходит? Вопрос не в названиях. Вопрос не в названиях партии. Вопрос в принципе. Вопрос не в названиях. Понимаешь? Вопрос в принципе. Потому что у них совершенно другие цели, другие задачи. Для чего им надо было показать эту масштабность. Я возвращаюсь к тому, что я сказал. Зачем такие концерты? Зачем такие дорогостоящие артисты? И в то же время не суметь выплатить этому ветерану какие-то несчастные копейки. Зачем это? Мы не делали никогда из этого такой сказать, чтобы мы приобретали популярность, чтобы нас больше полюбили, чтобы к нам, за нами больше пошли. Нельзя в этот день этими вещами. Это кощунственно. Что бы кто ни говорил. Какой бы артист и что бы ни спел бы. И второй вопрос. Так и запутались. Никак не могли сказать людям толком. Что они отмечают? 9 мая или День Европы? А что такое День Европы? 8 мая вроде бы начали отмечать День Победы. Но 9 мая отмечали и одно и другое. Послушайте одну минутку. В 1950 году один из многих-многих-многих премьер-министров Франции до того и после того подписал картель. Союз о создании союза угля и стали. И вот с того момента пошел и подписал его как раз 9 мая 1950 года. Я не знаю почему. Потому что француза уже нет. Почему он приурочил к 9 мая 1950 года спустя буквально 5 лет после Великой Победы. И вот сейчас это все накладывается друг на друга. И наши доморощенные евро, как их звать, модернизаторы, путают это все. Ну нельзя. Слушай, 63 страны воевали в той страшной войне. 70 миллионов человек погибло. И мы сейчас кончуственно танцуем, прыгаем и не знаем, какой праздник надо отмечать. А что делать будут эта молодежь, когда нас не будет? Кто им скажет слово «правда»? А вы знаете, что в историях написано? Например, история, которая изучает в Румынии. Что учат дети там, в Румынии. Что победила благодаря Румынии. Что они с Гитлером дошли до Сталинграда, а с Сталином дошли до Берлина. Вот такой вот. Но вы, как опытный политик, как президент, который был два срока на посту главы государства. Как человек, в конце концов, самый уважаемый среди левых партий. Почему не пытаетесь собрать всех два едино, сказать, ребята, давайте вместе. Потому что, я перехожу к другой теме, может быть вместе придется сотрудничать и в будущем парламенте, или нет? С кем? С левыми партиями. С теми, которые... И с либеральной партией же будете создавать коалицию. С кем? Ну да. С партией социалистов. Ну я вот и хочу ответить тебе. С партией социалистов, шора, с кем? С теми, которые ведут дело к... Хотят вести дело к уничтожению молдавских государств путем объединения с другой страной. Это вы про кого? С теми, которые, так сказать, организовали и руководят такой огромной коррупцией и такими злоупотреблениями в стране. С теми, которые украли миллиард. С теми, которые пришли к власти неконституционным, незаконным путем. И ты меня бросаешь в эти объятия? Извини, пожалуйста. Ну хорошо, вы собираетесь победить на парламентских выборах? Ну а кто идет, выходит на какое-то состязание без надежды на победу? Я понимаю все заявления политиков. Мы победим, мы возьмем большинство. Но опыт показывает, что... Но я пока еще нигде никогда этого не говорил. Мы работаем. И получите, не знаю, 20, 30, сколько вы хотите мандатов. Сколько нам люди доверят, сколько мы и получим. И все равно придется с кем-то сотрудничать. Ладно, демократическая партия, она тоже социал-демократической ориентации. С кем сотрудничать? С теми, которые, так сказать... То есть не с кем? С теми, с которыми коррумпировали этих 15 депутатов. С теми, которые голосуют не знаю за что, превратились в машинку голосования. Ну хорошо, с партией социалистов, которая считается оппозиционной и левой. Так, давай не сейчас, и не здесь, и не сегодня. А в выборах парламентских будете участвовать? Да, обязательно. Ну что, значит... А почему обязательно? Я слежу за партией... Ты хочешь сказать, что мы не участвуем в этих городских играх? Да, хочу сказать, что вы не участвовали в президентских выборах, в местных выборах сейчас не участвуют. А как можно участвовать в президентских выборах, если они проводились против, не по конституционному принципу, нарушениям Конституции? И этот президент, чтобы он там не ля-ля-ля, и чтобы не бегал, куда не бегал бы, по каким странам, и перед кем бы не выпендривался, он все равно не конституционный. Поэтому зачем нам участвовать в этих играх? Вот его избрали помощью демократической партии. Вот они и сотрудничают вместе, демократы и социалисты. И ты нас хочешь бросить туда, в этот котел? Он возразил, что его избрал народ. Вы как говорите? Ой, оставьте меня покой. Мы это знаем, и больше, чем он говорит. Ну, выборы были всенародными, голосование было всенародным. Да, оно было не конституционным. Потому что Конституцию меняет не пять человек, а меняет или народ на референдуме, или две трети парламента. Ни то, ни другое не было. Я вчера разговаривал с одним дипломатом, он говорит, у вас вообще 16 лет, исходя из решения Конституционного суда, 16 лет была незаконная власть. Совершенно верно. Очень умница дипломат. Потом после передачи скажешь мне, кто он такой, чтобы я его поблагодарил. И что дальше? Ну, исходим из того, что есть. Было решение. Нет, так нельзя. А, не будем признать. Нет, так нельзя исходить из того, что есть. И вы до конца не будете признавать всенародные президентские выборы? Никогда не будем признавать, пока не приведут порядок с Конституцией эти выборы. Пожалуйста, я не возражаюсь, воля народа будет на референдуме. Или две трети парламента. А что они сейчас не ставят вопрос о том, чтобы привести в соответствие? Они уже могут набрать две трети парламента. За счет предателей, за счет купленных, проданных. Почему не меняют так, как положено Конституцию, а не пятью членами Конституционного суда? Так зачем? Это уже признано, уже свершившийся факт. Уже выборы прошли. Зачем еще раз? Это неконституционно, еще раз объясняю. Искренне, честно, я с вами согласен. Спасибо. Нет, так многие люди согласны. И потому, я напомню, первый тур тех президентских выборов вышло только 50%. Половина списочного числа избирателей не вышла на выборы. Вот и сейчас мы к местным выборам городским. Они тоже нечестно проводятся изменением закона. Нельзя проводить эти выборы. Нельзя сейчас переизбирать этих мэров. И поэтому мы призываем, чтобы народ игнорировал эти выборы. А почему? И не выходили избрать. А почему мэров нельзя выбирать сейчас? А потому что в законе написано, что примарь, села, района, города, столица, неважно, чей примарь, избирается на четыре года. Если его избрали сегодня народ этим примарем, с сегодняшнего дня, когда избирательная комиссия утвердила его мандат, сказала, что все честно, все правильно, вот этот человек избран, начинает отсчет четырех лет. Четыре года будет через год. Почему они сейчас проводят выборы? Потому что эти примары подали в отставку. В каких-то селах есть, где примар умер. Еще в пяти селах проводятся выборы. Надо что-то делать. Есть советы и есть заместители. И надо было совместно ждать, чтобы одновременно со всеми проводить эти выборы. А не так. А сейчас, через 10 месяцев, слушайте, сколько шума, сколько болтовни. И в Кишиневе, и в Бельцах особенно. Я не знаю, в этих селах питью. Я знаю, где в этих селах, но мы не участвуем нигде. И на 10 месяцев. И смотрите, все весь год, все счетами обставили, все обклеились, кто с бабушками, кто с подружками, кто с кем. И какие обещания они раздают. 10 месяцев он будет работать примарен. Год, почему 10 месяцев. Бюджет уже распределен. Все сформировано. Какой год? Пока он войдет, пока он вообще не... А смотри на этих кандидатов. Я знаю биографии, почти всех знаю лично. Это люди, которые нигде, ничем себя не проявили. Но он хочет, понимаешь? Он хочет. Вот он хочет. Как ничем себя не проявили. Там есть ваши воспитанники. Ваши бывшие товарищи по партии. Вы меня уже достали с этими воспитанниками. Господин Чабан вами был назначен заместителем министра образования. Это ходячий мегафонд. Понимаешь? Для того, чтобы надо болтать, это надо Чабану дать микрофон. Вот здесь он маэстро. И больше ничего. А что Чабан? Он работал замминистра по молодежи. И все. И больше чего. Он будет еще один твой бывший коллега 10 лет. Корреспондент Киртуака Дорин. И что? Вот город, как будто его бомбили только что американская авиация в 1944 году. Вот такой Кишинев. И хотят избиратели иметь такого Кишинева и дальше такого примаря? Пожалуйста. У вас пока они в партии, они все хорошие. Как только они выходят, так они все бедные. Не совсем так. У нас в партии... А вот назовите, кто хороший. Вышел из партии коммунистов и остался хорошим специалистом. Хорошим человеком. Очень много, потому что количество тех, которые так предали, можно сосчитать не такое же их большое количество, а очень много людей. Потому что мы участвуем в выборах в этом году 20 лет. Как мы первый раз пришли в парламент в 1998 году с 40 мандатами. Помните? Было такое. Так за это время сколько новых людей было в нашем парламенте? И что? Было такие вот происшествия, как сейчас? Несчастные случаи с этими 15 предателями. Не было такого? Кто предавал? Ничего не предавали. Вот. А эти люди порядочные. Эти люди сейчас в партии работают. Я говорю про те, которые... Не, ну что такое парламент? Парламент, во-первых, это школа большая. И школа его, для него, для этого человека, который от нашей партии избирается депутатами. И школа для нас, для нашей партии. И школа для тех людей, которые доверены, чтобы этот человек представлял его интересы в парламенте. Вот и все. Таких учеников, таких школ очень много у нас. Работает первые старями. Работают территории люди в партии. Я говорю про тех, которые вышли из вашей партии. И вы считаете, что они остались хорошими специалистами, профессионалами. Я о них тоже. Мариан Лупу, Зинаида Гречан, Иван Чебан. Кто еще? Тебя заносит. Мариан Лупу сегодня говорил очень пафосно. Единственное, что я в конце его спросил, почему ты не сказал ни одного слова «десперпринчи пише валори». У него же этот тезис. Принципы и ценности. Десперпринчи пише валори. Ты на испускный миг. Демагогия. Это был сегодня спектакль о ней. То, что было сегодня, мы обсудим после короткой рекламы на РТР Молдова. Оставайтесь с нами. Мы вернулись в студию. Продолжаем беседу с Владимиром Воронином. Владимир Николаевич, чтобы завершить тему выборов. Вот на президентских выборах в последний момент, скрипя сердцем сквозь зубы, вы сказали, что из двух зол надо выбрать меньшее. Это Игорь Дадон. Я не назвал фамилию. Я не назвал фамилию. Но мы не злые журналисты. Хорошо. Это политики злые. А память политиков иногда плохая. Потому что они... Так не надо обобщать. То, что обещали. Не надо обобщать. Владимир Николаевич, кого будете во втором туре, я не говорю про первый тур, поддерживать на выборах в Кишиневе. И в Бельцах, может быть. Никого. Я еще раз повторяю. Мы призываем избирателей Кишинева, Бельц в этот день заняться чем угодно, только не думайте приближаться к избирательным урнам. И если Иван Чабан выйдет во второй тур с Сильвией Радой или с Андреем Настаси, вы не выйдете и не скажете, что это наш самоса? Нет. Нет, да? Категорически нет. Нет. Ручаюсь, что нет. Все. Скотчем заклеим себе. Все, но только не выйдем и не скажем. Да и нет такого желания, потому что мы не видим в них потенциальных руководителей таким серьезным механизмом, таким серьезным организмом, пардон, как город. Понимаешь? Поэтому сидите, добрые люди, дома. Занимайтесь фазендой, отдыхайте. Не связывайтесь вы с этими кандидатами. Ничего хорошего они не сделают, как не сделал этот Киртак за 10 лет. Оставьте их. Кроме болтовни ничего не будет. Понятно. Ваше отношение к выборам? Понятно. Мне трудно оппонировать, потому что я сегодня во многих вопросах согласен с вами. А ты пойдешь голосовать, да? Я нет. Ну, спасибо. Вот. Супер. Так. Про сегодняшние события, да, мы договорились вернуться. Сегодня, в кое-то веке, в парламенте заслушивали отчет правительства за проделанную работу в 2017 году. Я признаюсь, не все слушал, потому что я понял, после нескольких абзацев, я понял, что в стране все прекрасно, все отлично. Рост ВВП, экономический рост, снижение инфляции и все остальное. Поэтому хочу спросить представителя оппозиции. Вы согласны с этим? Как вам понравилось? Так как будто мы без отчета не видим, что творится. Что все хорошо. Да. Как будто мы без отчета не видим, что творится. Но вы давно добивались этого отчета премьер-министра. Да мы не добивались. Он редко приходит. Да мы не добивались, потому что это нечего было слушать на самом деле. Правильное дело, что ты тоже не слушал. Вот. Ну, вы выживали, вы дружили были сидеть и слушать. Закон обязывает приходить отчитываться. А не мы добиваем. Если бы это не было по закону, он бы не вышел бы. Потому что там некому было отчитываться, во-первых. И нечем было отчитываться. Я по окончании заседания, чтобы, так сказать, не превратить это все в шутку во время заседания, подошел к Канду и говорю, вызвали одну процедурную ошибку. Он говорит, какую? Я говорю, надо было отчет слушать в полной темноте. Выключить весь свет в парламенте и в полной темноте. Он говорит, да чьи дома пришли? Потому что за них голосовали ночью. И они должны были отчитываться в полной темноте. Чтобы мы не видели их лица. Потому что транслировали. Чтобы люди не видели их лица. Не дай бог, где-то на улице встретят. А я думал для того, чтобы был виден свет в конце тоннеля. И что случилось? Свет в конце тоннеля. Не видно. С этим правительством никакого... Туннель есть. Но никакого света не будет никогда. Никогда. Это полный непрофессионализм. Это полная никчемность. Ну, слушайте. Они докладывают, с одной стороны, что они сократили количество министерств. Как говорят, мол, то Митрия Петровича станут требовать. Но увеличились расходы на содержание административно-управительского аппарата. Ну, чуть-чуть. Как можно так? Нет, потому что сократили министерство, создали агентство. Агентство такое, агентство такое, агентство такое. Клянусь, я не знаю уже, чем занимаются эти агентства. Я даже не помню, как расшифровываться их названием. Потому что они все идут как бы... Как Абвер немецкий шифровал это все. Вот, понимаешь? Поэтому нечего было слушать. Но пафос был большой. Что мы добились, что мы достигли, что мы то-то-то-то-то. Мы даже когда сейчас... Ну, мы же учились многому и очень хорошо научились работать при советской власти. В том числе и как вести партийно-политическую работу. Агентационно-пропавландистскую, партийно-политическую. Все, что связано с политикой. И мы когда сейчас готовим наши вопросы на заседание полицполкома на пленумах ЦК, ЦК, мы отмечаем, что в работе партийных организаций проделана определенная работа. Что принято в партии, что охвачено население. И через запятую. Вместе с тем есть и отдельные недостатки. Пишем все положительные стороны, ставим точку, а потом пишем вместе с тем. После вместе с тем мы указываем, на что должна концентрировать дальше работа этого партийного комитета, этого партийного организации. Сегодня в рапорте господина премьера никаких вместе с тем. Все хорошо, прекрасная маркиза. Все отлично. Все довольны, все хорошо. Единственное, что плохо, что Европейский Союз не дает эти кредиты, черт бы их побрал этих европейцев. Жадины такие, ставят им какие-то преграды. Единственное, что плохо, что, так сказать, оппозиция мешает. И еще там. А остальное все хорошо, все прекрасно. Мы не слышали никакого конструктивизма. Мы не слышали, во-первых. Во-вторых, Анатолий, уважаемые зрители, это был не просто отчет правительства, а вопрос назывался о выполнении программы правительства. С чем они пришли два года назад, когда их утвердил парламент, это правительство. Ну, а об этом Файверде все, ничего не сказано. Вот и все, что я могу сказать об этом отчете. Тем не менее, это правительство заработает до выборов. Наверное, при таком конфигурации парламента, при таких методах влияния, конечно, доработает. На этой неделе председатель демократической партии Влад Плохотнюк заявил, что необходимо, поручил своим депутатам в парламенте создать парламентскую платформу, чтобы обсудить вопрос о назначении даты выборов и проведении корректных, транспарентных, честных, демократических выборов. Вы будете участвовать в этой платформе? Когда вы видите дату выборов в парламентстве? Ты сам сказал, что поручил своим депутатам. Это ты осмысленно, осознанно слово своим употребил? Демократической партии. Это другой вопрос. Тех, которые входят. По-моему, ты ошибся правильно. Да, именно своим. Мы-то при чем здесь? Во-первых. Во-вторых. Он поручил сформировать платформу, проконсультироваться со всеми. Оставьте вы эти платформы, это все площадки, как они говорят сейчас. Ну, слышат на Западе. Мы тоже как бы куда-то движемся. Есть закон, который определяет сроки проведения парламентского выбора. И никакой платформы не надо создавать. Парламент работает 4 года. Можно делать раньше выборы на 3 месяца, но не позже 3 месяца по истечению мандата ныне действующего парламента. И вся платформа, и вся площадка, и вся дискуссия. О чем дискуссировать? О том, чтобы выборы были транспарентными, честными, корректными, демократическими. Вот это другой вопрос. Это их внутренняя проблема. Мы всегда были за это. И когда были во власти, когда в оппозитив той до власти, когда в оппозитив сейчас, в свою 9 лет, мы всегда за это. Потому что во всех этих ситуациях мы, коммунисты, самые большие проигрываем. У нас воруют избиратели, у нас воруют голоса, у нас воруют проценты, у нас воруют результаты. Все так говорят. Нет, не все. Все говорят, что у них... Нет, ну вспомни, 7 апреля 2009 года. Это Юра, друг твой, Чиган. Это ваш. Нет, нет, нет. Это тоже ваш продвиженец. Слушай. Ваш назначенец. Ваши кадры, Владимир Николаевич. Успокойся. Если бы я был президентом Украины, я уже не говорю о России, и был бы такой большой кадровый потенциал. А здесь, хочешь не хочешь, на улице по тротуару, если пойдешь, я правда не имею когда, но встретиться с кем угодно. Нас мало. И эту Микитру с этими кадрами, как говорят украинцы, она крутится везде вот так и всюду. Поэтому я уже устал от ваших объединений. Да ладно, продвигали хороших ребят, продвигали. Он сейчас, Юрий Чиган, возглавляет Центр реформ, да? Ну дай мне оправдаться перед телезрителями насчет хороших ребят. Нет, не покаюсь. А скажу правду. А когда мы были во власти, они все были хорошие. Это честно. И все работали, будешь здоровы. А как же стали плохими? А попробовали бы иначе. Так он и сейчас возглавляет Центр реформ, вот реформ правительства, сокращение количества министерств. Потому и такое устроили они из правительства, потому что там некому работать, ни за что отвечать. Они до сих пор не разобрали. Нет. А почему они стали такими? Потому что коррупция. Коррупция политическая, коррупция экономическая, коррупция личная. Вот и почему они стали таковыми. Коррупция была сильная. Вот и все, что их подвело. Потому что хочется красиво пожить, хочется иметь особняки, хочется иметь Мерседесы каждые два года, хочется иметь фирмы, хочется иметь счета. Ля-ля-ля. Вот это все. Почему они стали такими? Привет. Раньше дня были такие, что раньше Мерседесы меняли реже. Слушай, а ты возьми картотеку и посмотри, сколько Мерседесов имели депутаты, когда мы были во власти. Так, Владимир Владимирович, повышается уровень жизни, о чем говорил и господин Филипп сегодня. Да, для кого? Ну, не для всех. Ветеранам не нашли дать копейку. Про дату выбора, 18 или 25 ноября называют. Понимаете, кто-то плохо спит и ему снится, но это не его полномочия. Хочешь ссылаться на вот этого неконституционного президента, что ли? Это он вякнул об этом, да? Ну, он сказал в интервью, но мне господин Канду, по-моему, в этой студии говорил об этом еще пару месяцев назад. Ну, не знаю, может, они там за полетры договорились об этом. Я говорю еще раз, есть закон, а не я хочу. С этим я хочу, надо как-то остановиться, надо, чтобы люди, наши избиратели, поняли, когда пойдут голосовать. Рано или поздно, эти выборы будут. Уже сейчас люди должны начинать думать. Они им нравятся, хотят такой жизни дальше. Ну, 18 ноября, после того, как вы отпразднуете... Чего? ...очередную годовщину... Октябрьской революции. Октябрьской революции. 101-ю будет отпраздновать в этом году. Мы каждый день отмечаем величие октября, потому что именно октябрь освободил народа, всего мира от рабска. Анна, мы не будем полемизировать, тут наши точки зрения не совпадают. Владимир Николаевич, не совпадают. Ты на нужную тему не даешь мне говорить, только хочешь, чтобы я тебе отвечал на вопрос. Скажите... Так вы будете участвовать в этих выборах и дата вас устраивает? Сколько процентов рассчитываете получать? Максимально. Максимально это 100? Максимально большее количество процентов. Потому что надо наводить порядок в стране. Еще 4 года такого хаоса, такого бордолера, и я не знаю, что потом кто сможет что-то сделать в Молдове. И никакие европейцы не спасут, и никакие кредиты. И ничего не будет. Съезд партии когда? Съезд партии через 2 года. А, через 2 года. Я спросил к тому, что изменения в руководстве партии... Пора уходить опять. Не-не-не, боже упаси. Пора мне уходить. Вы же мне сказали в этой студии, что вы вечный. Поэтому я даже не... На прошлой неделе Малайзии, одна из богатейших стран, 380, если я не ошибаюсь, миллиардов долларов ВВП годовой, избрали 92-летнего премьер-министра. Того же, который несколько лет назад был премьер-министром, ну не несколько, а десятки лет назад, был премьер-министром и поднял страну до такого развития, Малайзию. И сейчас Малайзия опять села, легла, пибрышит и опять вернулись к этому человеку. Поэтому здесь не о возрасте надо вести речь. Намек поднял, Владимир Николаевич. Здесь не о возрасте, ты понял, на нашем люте тоже понял. Намек понял. Здесь не о возрасте надо вести речь об умениях, о желаниях, о хотении, об энергии, о знаниях. Готовы возглавить следующее правительство? И не только правительство. Премьер-министр – главная фигура по конституции Молдова. При такой расстановке, которая сегодня в Молдове, это пешка. Поэтому мы, может быть, его и критикуем, но надо посмотреть, а ему дают? Тогда я задам вопрос по-другому. Если вы станете премьер-министром, и не только, как будете выстраивать отношения с Владом Плохотнюком? Посмотрим, чем закончатся выборы. Ну, вы знакомы и можете сотрудничать? Я знаком со всеми. Все зависит от степени знакомства, от уровня доверия и от тех возможностей, которые открываются после выбора. И степень знакомства у вас какая? Ну, на уровне здрасте. Да ладно. Вот Борис Гончар задал вопрос. Существовал ли тот момент, когда у вас были хорошие отношения с Плохотнюком, а потом в канун апрельских выборов 2009 года они оборвались? Ничего подобного. И не путайте Плохотнюка во всех этих делах. Ничего он не имел с 7 апрелем, и ничего, никаких отношений не было у нас до 7 апреля. Это бизнесмен был, занимался своими делами, и он не один, и их сотни, тысячи. И при нас бизнес возрос, и при нас рост развивался не только большой бизнес, а средний бизнес, потому что основа экономики – это средний бизнес и малый бизнес, а не олигархи, богатые там 2-3 процента сегодня в стране. И вы не были знакомы? Да, знакомы были, но не на таком уровне. Да, он же участвовал, он, его фирма отвечала за один конкретный объект на территории монастыря Курки. Другие за другие. А ответственным за это был вообще Мариан Лупов? Он провалил там это дело, я был вынужден отстранить его, но это уже другое дело. И этот объект был сделан самым первым и самым лучшим качеством. И я всех тех, которые отвечали за эти объекты, их было 8, по-моему, руководителей фирм, всех наградил орденами, в том числе и Влада Погодникова. Был с друзьями иностранцами в конце марта. Ну и как? Супер. Не стыдно, да. Я был неделю назад. Я в последние выходные марта. Я был в прошлую субботу. Я, когда имею возможность, посещаю эти монастыри. Вот так он сделает и страну, Владимир Николаевич. Так не дали. Не вам, ему, Плохотнюку. Нет, нам не дали. Причем здесь Плохотнюк, причем здесь другие. Нам не дали. Сбили в полете, понимаешь. Вот так сфальсифицировали выборы, реализовали погром, реализовали переворот 7 апреля. Опять про 7 апреля, потом будете говорить, что я возвращаюсь в Седину. Нет, у меня это не уйдет никогда. А я хочу вас спросить. Я знаю для вас дата 7 апреля. Это святая дата. Да не только больная, а вообще. Причем здесь даже не для меня. Для вас лично. Для всей Молдовы это была трагедия. Потому что Молдова тогда поменяла свой курс. И вы по-прежнему считаете, что 7 апреля организовал какой-то Алекс Григорьевс и какие-то румынские шпионы? Ну, не совсем шпионы, а настоящие спецназы и агенты были тоже. И среди них был и посол Румынии того времени, и Алекс Григорьевс, и финансированный республиканский институт, фон Сороса. А ваши соратники, товарищи по партии. Они же организовали и Майдан в Киеве. Представители молдавских спецслужб. Там вообще никто не причастен. За что они кушали свой хлеб в таком случае? Они говорили кое-что. Но к нам тогда 7 апреля, если ты уже опять сам лезешь в эту тему. Это вы задали. Вы три раза вспомнили, я задал вопрос. Я просто через запятую вспомнил. Артур Решетников вам докладывал что-то? А ты хочешь, чтобы я влез в тему. Значит, говорили об этом, мы знали. Но к нам впервые, и к нам впервые применили новую форму. Впервые были используются в социальной сети. Анатолий, ну сколько митингов мы проводили до власти, во время власти и после в оппозиции? Невозможно собрать 15 тысяч человек за полтора часа. Невозможно. Это надо месяц, это надо готовить людей и так далее. А здесь собрали за полтора часа через социальные сети. То есть шла вот эта самая. Это все новые технологии. Да, пишите вы в социальных сетях сколько угодно. Почему не выходят сейчас? А как твой любимчик президент США, Трамп, выиграл выбор? Не при помощи социальных сетей? И до сих пор разбирается там в Сенате и в Конгрессе? Вот так. Я, кстати, говорил. Им аукнулось это дело. Те, кто радуются победе Трампа, им аукнется. Я это говорил. Аукнется. Вот так. Да. Тема 7 апреля не раскрыта, на мой взгляд. Я здесь ни при чем. Пожалуйста, власть, которая пришла, которая добьет. А как они раскроют? То есть та же самая история с миллиардом. Что, миллиард приехали, фирма Кролл украла у нас? Скажите, а вот сегодня, с высоты сегодняшнего дня... Кстати, на сегодняшнем заседании все, и те, которые, так сказать, поддерживают правительство, и другие, ни слова про миллиард. Ни слова. Как будто правительство... В то же время это правительство ходит, бродяги, как это, попрошайки, чершиторь, по Брюсселю, по Европе просят какие-то кредиты несчастные и так далее. И им говорят про миллиард, кстати. Это миллиард, слушайте. И им, кстати, говорят про миллиард. Миллиард во сколько раз больше, чем 100 миллионов? Ровно в 10 раз. А где... На 10 лет бы хватило бы развивать страну. А где оппозиция? Где оппозиция? А что, мы не говорим об этом? Нет заседания парламента. Берись ты на грамму, чтобы мы об этом не говорили. А нет, я сегодня не слушаю. А где прокуратура? А где Центр по борьбе с коррупцией? Или Центр по развитию коррупции? Как он сейчас правильно называется? Вот. Где эти все? Где? Найдут мальчику для битя, в конечном счете. Да, у нас еще одна короткая реклама. Мы продолжим тему сразу после рекламы. Оставайтесь с нами. Мы вернулись в студию, говорили о 7 апреля спецслужбах. У меня возник вопрос. Как вы оцениваете назначение Василия Батнаря во главе Службы информации и безопасности? Я знаю, что о Виталии Парлоге были хорошего мнения. Ну, я как могу оценивать? Еще не как. По работе оценивается, а не по внешнему виду. Посмотрим, да? Да, посмотрим. Но в свое время, когда мы были при власти, мы его выдвигали на руководство Молдавской гражданской авиации. Тоже ваши кадры? Я помню. Да, да, смутно помню. Все ваши кадры, Владимир Владимирович, а вы еще меня упрекаете, что я вас упрекаю. Когда ты эти вопросы спрашиваешь, ты их с каким-то определенным упреком. Но ты же понимаешь, ты должен понять механизм подбора и расстановки этих кадров. Не может президент искать этих кадров. Их обязательно, есть поручение, их обязательно кто-то предлагает. Здесь коллективно все решается, а не единолично один человек. И здесь можем долго дискутировать. У меня такие вопросы, они будут разные. В разброс. В том числе от телезрителей. В разброс, да. Ну, чтобы мы покрыли все темы. Не так давно президент Игорь Дадон встречался с бывшими президентами Петром Молчинским и Мирчей Снегуром. Меня не пригласили. Это был вопрос. Почему? Как вы думаете? Не знаю. Что же ваше выдвижение? Потому что я бы не пошел. Потому что он для меня не конституционный. Понятно. И хорошо, что доходит кое-что до них. И не приглашаю. До него. Анаслав Яковенко, известный вам политолог. Ходят слухи, что на этих выборах в парламент партия коммунистов пойдет в электоральный блок с вопросительные знаки. С народом. С избирателем. С народом. Дмитрий Михайлов, будете создавать альянс с социалистами или демократами? Нет. Ни с одними, ни с другими. Нет. Да. Вот тут один телезритель вас обвиняет в том, что вы все сдали. Я спросил, что именно сдал Воронин. Телезритель ответил. В апреле 2009 года сдал рычаги управления придворным Пучистом. В сентябре 2009 года сдал власть, хотя мог находиться в должности до марта 2012 года. В ноябре 2013 года сдал протест ради собственного комфорта и благополучия. В каком октябре? В ноябре 2013 года. А что было? Когда протесты свернули. И все. Или еще есть факты? Он с 2014 года сдал партию ради преемственности системы Пучистом, которые его шантажировали. Первые два или три вопроса Пуч считает Конституция, этот человек. Мы. Как его фамилия, ты сказал? Это псевдоним, я не знаю на самом деле. Вот этому господину псевдониму, значит, я объясню ему и другим таким псевдонимам. Мы, имея конституционное большинство, 71 депутат, мы не поменяли ни одной буквы, ни одной запятой в Конституции. И я вообще сказал, что в предложении по изменению Конституции никто не подходил. Я не подпишу никакого декрета. Конституция должна быть святой. Что-то в этой стране должно быть. Уже нет. Фундамент какой-то. Нет, я тогда так рассуждал, объяснял команде. Нельзя трогать Конституцию. Я действовал в строгом соответствии с Конституцией. И никак иначе. И я сейчас не могу спокойно, что бы ни происходило, и как бы они там ни объяснялись, я не могу спокойно смотреть, когда нарушается Конституция. И поэтому ничего не сдавали, никому ничего не сдавались. Но я 7 апреля не мог пойти на расстрел людей. Он видел фильм «Атака на Молдову», который делал Костя Старыш. Видел, что в первых рядах они сделали точно, как делали фашисты в годы войны. Те выставляли женщин с детьми, а эти выставляли школьников. Четвертый, пятый, шестой, седьмой класс. И что, мы дадим команду стрелять по детям? Мы дадим команду применять силу против детей? Здрасте. Вот почему Майдан кровоточит до сих пор пятый год? Потому что жертвы, потому что кровь, потому что погибли люди. Почему, одну минуточку, почему преднестровский вопрос не решен? Я уже объяснял, 1100 с чем-то человек с одной стороны и с другой стороны погибли. Кровь. И через кровь очень трудно переступать. Нужны, я не знаю сколько, 20, 30, 50, 100-летия, чтобы это все забылось. Поэтому у меня руки чистые и совесть чистая. И поэтому я в сентябре 2009 года ушел. Потому что я видел, какая банда, какая ОПГ пришла к власти. Вот об этом я хотел сказать. Но Конституция вас не обязывала сделать это до избрания нового президента. Нигде этого нету. Не написано. Конституция пишет, что президент сдает свою полномочия, но избранному президенту, приведенному к присяге в установленном законном порядке. И я хотел разрулить этот кризис, который тогда... Нет, потому что мы провели выборы 5 апреля. Получили 60 мандатов. Ну, они сделали все возможное. И не они, а те, которые организовали 7 апреля, чтобы не голосовали за кандидатуру президента. Мы провели выборы 28 июля. Получили 48 мандатов. 29, по-моему. Или 29 июля, неважно. Ну, в июле месяце. То есть через 2 месяца после неизбрания президента. По Конституции, как пишет Конституция по закону. 48 мандатов. Твой друг, Дуни Трудяков, который должен был сидеть здесь, ты обещал на прошлой передаче. Я его приглашал. А он где? Он сказал, после местных выборов мы проведем еще одну передачу с вами и с ним. Трус. Ну, ваш друг. Трус. Вы вместе пораните столько лет. Но не меня боится. Он знает, кого боится. Кого? Меня тоже не боится? Его спросишь. Меня тем более. Он получил... Демократическая партия, которая тогда был председателем, не почетным, а действующим председателем, получила 13 мандатов. 48 и 13 по Малинину Буринину. Сколько будет? То же самое. 61. 61. Я его пригласил, предложил должность президента. Пшш. Упал в обморок. Спросим. Спросим. Когда будет он в студии. Это ты ему сейчас испортишь настроение. Я его сегодня видел в таком святущем настроении. Ну, конечно, отчет... А он будет смотреть на звезды. Я его предупредил, что я про него буду говорить кое-что. Все, он придет обязательно. Я думаю, чтобы ответить вам. Владимир Николаевич... Нет, задавать вопросы можно, сколько угодно. Другое дело, что ты, когда поставлен в этой ситуации, ты обязан, ты тот человек, от которого... Я имею в виду президента. Обязан отвечать на вопросы. И даже на те, которые не заданы, не задаются, но имеются в виду. Вот скажите честно, с высоты сегодняшнего дня... А я что-то нечестно, что ли? С высоты сегодняшнего дня прошло... Точно так же посмотрел. Прошло 8,5 лет. Вы бы ушли в отставку 11 сентября? Точно так же поступил бы. Точно так же. Точно так же. Один к одному. Поэтому, Анатолий, и уважаемые телезрители, поэтому я сегодня в политике... Мне не стыдно ни за один день, что мы были во власти, ни за один день, что мы в оппозиции. Даже за те решения, которые я принимал в апреле месяце, я их принимал осмысленно, осознанно. И в сентябре, когда я пришел рано утром в кабинет президента, как всегда, в 7 часов утра, я взял лист бумаги, вот такой, как у тебя, от руки написал, что сегодняшнего дня я слагаю себе полномочия президента Республики Молдова. Там есть в Конституции три момента, когда президент может сложить полномочия. Я не указал ни один момент. Я подписался, взял портфельчик, вышел, и все. Уволить по собственному желанию? С самого себя. Вопрос, который вам, наверное, не понравится, но я его задам. Суд Кишинева на прошлой неделе обязал бывшего вице-спикера парламента Юрия Рожку публично опровергнуть обвинение в адрес Валерия Пассата в том, что в 2005 году он готовил государственный переворот по указанию России. Хочу спросить про дело Пассата в целом. Оно было по вашему указанию возбуждено. Как вы сегодня оцениваете вот эту ситуацию? Ни одно дело, ни против... У вас есть угрызение совести по этому поводу? Ни одного дела, ни против одного человека, ни одно указание никому я за годы президентства не давал. Вот те люди, которые работают со мной, они сейчас многие в оппозиции, многие стали моими, как ты говорил, предали, противники, а оппоненты... Не противники, извините. Оппоненты, потому что в Молдове не могут быть граждане Молдовы противники. А оппоненты... Ну пусть они сказали. Все бывшие прокуроры, все бывшие... И по Пассату вы не... Ни каких вопросов. Но в данном случае Юрий Рожка пусть даст встречный иск и спросит. Юрий, если ты меня слышишь, так сделай это. И спросит его, где оделись целый полк МиГ-29, самых суперсовременных истребителей того времени? Куда оделись? И пусть Пассата ответит. Вот за те полки истребителей, по-моему, 26 самолетов, я не помню. Ну там один подарил одну Спарку, которая тренировала Беалдых, летчику эту подарил Снегу Румынам. Порыви так туда... За те самолеты поступили в бюджет 40 миллионов долларов. Насколько мне память... Да я не помню о миллионах. Я помню, что... Остались шесть самых лучших самолетов. Да. Которые успешно... Ну я не знаю, самых лучших или нет. Я их видел. Специалисты говорят, что это было то, что лучше оставили. И они вот за эти годы успешно сгнили в Маркулештах. Они пришли в полную негодность. Ну это же самолет. За что судили человека? Это самолет, это как птица. Лучше продать или лучше, чтобы сгнили? Я знаю, что ты тогда, в то время, работал в команде Лучевского. Я в то время был представителем президента и немного знаю. Да, поэтому ты уже начинаешь в качестве адвоката здесь выступать. Уходи с этой... Я знал, что вопрос вам не понравился. Нет. Мне не понравилось, что засудили Рожку. И неправильно. И не честно. То есть вы считаете, что... Рожка имеет полное основание пойти дальше и оспорить это дело. Я думаю, что он оспорит. Олег Очереднюк. Это во-первых. Во-вторых, когда это было, что было? И сейчас люди сидят и ковыряются это самое. В этом архиве, в этой истории. И не всегда это им на пользу. И не всегда... Почему? Для истории важно знать. И для меня очень важны беседы с вами. Потому что вы очень многое знаете. И в качестве бывшего президента, и в качестве председателя партии на протяжении 24 лет. 22 октября... Так, ты... 24 года. Ты меня не это самое. И партию... Меня как меня. Партию не трогай. Не трогай. 22 октября нынешнего года мы будем торжественно отмечать 25 лет. Со дня проведения первой учредительной конференции по созданию партии коммунистов Республики Молдова. Мы готовимся очень серьезно к этому важнейшему для нас историческому событию. Я помню, 20 лет праздновали, пригласили Василия Тарлева даже. Сейчас тоже будете приглашать. И не только партийцев. Ну, по списку приглашенных мы еще не работаем. Мы работаем, в принципе, по организационному вопросу. Как это будет, что будет. Но нет ни начала доклада, нет ни списка приглашенных. Думаем о том, как это сделать. Красиво. Я, когда говорю Тарли, вспоминаю, как он трактором разрушал республиканский стадион при власти партии коммунистов. И был бы построен шикарнейший стадион. Почитал у меня такие ассоциации. Если бы не был государственный переворот 7 апреля. Да ладно, вы разрушили стадион в 6 году, по-моему. Был бы построен прекраснейший стадион, а не какая-то химия под названием арена. Арена. Да. На 70 гектарах. И как раз место. На 70 гектарах. Там был бы очень хороший стадион. Но опять нельзя птиц сбивать, когда они летают. Поэтому результата нет. Вы охотник, вы сбиваете. Поэтому. Ну, здесь речь идет. Можно или нельзя. Образно. Образно. Птица. Я помню, когда вы закладывали памятник футбольному мячу и поручали. Я закладывал. Одному бизнесмену, вы. И вы сказали, или здесь будет стадион, или этот бизнесмен, не буду называть его фамилию, будет сидеть в тюрьме. Нет. Он в тюрьме не сидит и стадиона нет. Нет. Никогда слово сидеть в тюрьме применительно никому не говорилось. Никогда. Никогда. А тем более публичный, чтобы ты еще слышал это. Здравствуйте. Да. Последний вопрос, Олег Савыч, очереднюк. 19 мая каждого года несколько десятков школьников с сотоварищами вступают в пионеры. Владимир Николаевич их принимает. Какова дальше судьба этих пионеров? Их принимает Комсомол, пионерская организация республиканская. А потом у Ленина вручают партийные билеты. Нет. Они маленькие. Нет. Я же говорю через годы. Давай серьезно об этом говорим. Потому что здесь речь идет о детях. И здесь так же как уважительное отношение к ветеранам, так и к подрастающему поколению должно быть святое. А что сегодня, какая другая организация может противопоставить пионерской организации? Чему учат этих маленьких детей сегодня? А в пионерской организации их приводит не Воронин, их приводит не партий, их приводят родители. Потому что в этой организации пионерской они учатся духу коллективизма. Потому что организации, они учатся духу товарищества. Потому что эта организация воспитывает их правильно, а не при помощи этих сайтов, извините меня. Поэтому пионерская организация – это очень доброе, хорошее дело, очень нужное дело. И мы накануне 19 мая… Я желаю родителей, чтобы они верили в эту организацию, верили в то, что эти дети, пройдя через пионерскую организацию, станут настоящими людьми. Так, как было с подготовки к 9 мая, когда мы в этом году… Это ты меня не перебивай. Когда мы в этом году в 21 раз проводили республиканский фестиваль песни, посвященной войне, под девизом «Вера, надежда, любовь». И в этом отборе к этому заключительному галу-концерту участвовало 1200 детей со всех районов республики. Знаешь, со слезами на глазах сидишь, смотришь. Вот такие вот маленькие поют эти песни. А вот те большие, что сидят в креслах начальника, у президентов и эти самые, издеваются над ветеранами в этот день. А эти детишки поют эти песни. С этого начали, на этом заканчиваем. Я хочу еще одно предложение сказать, что это только так, через этих маленьких детей, через пионеров, через комсомольцев, через порядочных людей мы передадим память о той страшной трагедии 45-го года. И сейчас я готов, чтобы заключение. Спасибо. К сожалению, у нас уже времени для заключения нет. На следующей неделе как раз будет 19 мая. Превышаем всех 19 мая. Потом 20 мая будут выборы. С детьми вместе примем их. От 20-го будут выборы в Кишинево. Владимир Николаевич сказал, сидите дома, да? Сидите дома. И готовьтесь. Не связывайтесь ни с кем. Абсолютно. Владимир Николаевич, сидите дома и готовьтесь к дню рождения Воронина, который будет еще через... Ну зачем ты? Я вас заранее поздравляю. Нельзя. Здоровья вам. Нельзя. Предрассудки. Спасибо за участие в передаче. Спасибо за приглашение. В следующей передаче вы будете со своим другом Дьяковым. Не буду. Пусть он сам придет, потому что он будет здесь. Вы уже отказываете? Нет, я отказываюсь, потому что он отказался. Я не объяснительный, но я принципиально. Спасибо за участие в сегодняшней передаче. Уважаемые телезрители, в следующую пятницу мы поговорим с президентом Игорем Дадоном, которого критиковал сегодня Владимир Николаевич. Это не президент, это самозванец. До встречи в пятницу. Всего вам доброго. Продолжение следует...